Ну что, поехали! Всем привет! Меня зовут Макс Хиггер, если кто не знает. Ну что, давайте сегодня пообщаемся о том, а какая же философия жизни правильная. Как вы думаете? Давайте сразу вот к вам вопрос. Какая философия жизни правильная? Привет, да. Всем привет. Существует множество философий. Разные люди в ходе их жизни приходили к каким-то выводам по поводу жизни и формулировали какую-то свою концепцию, свое представление по поводу жизни. Как вы думаете, та концепция и те выводы, которые сформулировали другие люди для вас, можно ли им просто безусловно доверять, и можно ли просто опираться на чужие идеи и чужие представления по поводу того, как устроена жизнь. Может ли для вас быть какая-то чужая философия правильной? И нужна ли вам вообще какая-то философия жизни? Или вам нужно, возможно, что-то другое? Как вы думаете? Вот Ксюша пишет, нет правильной и неправильной философии, все относительно. Ну, в принципе, да. Жить по душе. Ну, привет, Надя. Когда ты счастлив, то и правильно. Ну, можно и так посмотреть. А когда ты несчастлив, то это неправильно. Это же то, что происходит с тобой. То есть ты можешь сейчас находиться в какой-то ситуации. Эта ситуация, она такая сейчас. А что решает? Ты счастлив в этой ситуации или несчастен? Что решает? То есть вот с тобой может что-то происходить, какой-то опыт. А что решает? Ты в этом опыте страдаешь или ты в этом опыте, ну, спокойно к этому относишься? Такой опыт сейчас. Что решает? Привет, да. Так вот, основной месседж. Просто короткая трансляция будет, я не буду затягивать. Смысл в чём? Что люди постоянно живут и смотрят на то, что происходит через какой-то определённый образ мысли. Вот когда вы что-то думаете по поводу того, что происходит, особенно когда вы начинаете думать чужими идеями какими-то, вы перестаёте видеть то, что происходит. Понимаете? Вот это массовая проблема, с которой я сталкиваюсь. То есть люди мыслят чужими идеями, чужими философиями, чужими мыслями. Их ум просто постепенно аккумулирует, напитывается какими-то идеями. И потом ты разговариваешь с человеком, и ты понимаешь, что в нём нету здравомыслия, то есть нет мышления, которое опирается на факты, на какие-то прагматичные вещи и исходит из того, что происходит сейчас. Человек часто не находится в моменте, он не осознаёт то, что фактически происходит. Он всё время интерпретирует то, что происходит через свой привычный образ мысли, который набран из чужих концепций, из чужих представлений. Вот с чем я постоянно сталкиваюсь. Понимаете, какая проблема? То есть люди постоянно думают чужими идеями по поводу жизни и пытаются как-то представлять, всё время проецировать на жизнь какие-то конкретные идеи, чужие мысли и ждать. То есть с одной стороны верят в какие-то идеи, а потом ждут, что жизнь будет соответствовать этим идеям. И в этот момент они упускают то, что фактически происходит. Вот даже если взять маленького ребёнка. Вот давайте представим, малыш, например, один год ему, он ещё не разговаривает. Бывает, что в год дети ещё не говорят. Он ещё не мыслит, в нём нет ещё никаких концепций, никаких представлений. Каким образом он, не умея мыслить, у него нет ещё внутреннего диалога, нету никакого голоса внутри. А как в нём это начинается? То есть как он понимает? В нём же есть способность просто воспринимать то, что происходит и постепенно постигать это, да? То есть разумно смотреть на то, что происходит, ну со своей степенью разумности, да, ребёнка в один год. И как-то постепенно доходить, что ага, мама с папой разговаривают, какие-то звуки там происходят, да? Потом он начинает посредством своего разума детского впитывать то, что происходит и постепенно связывать, что если происходит это, то появляется то, да? И вот так постепенно, по чуть-чуть начинает это всё накапливаться в голове. И вот этот малыш, да, которому один год, в него проникают вот эти концепции. И он начинает из этих концепций постепенно формировать свой ум, да? Но кроме этого ума вам важно понимать, что у ребёнка и у любого человека есть другая совершенно способность непосредственно воспринимать то, что происходит, осознавать, вникать, понимать, видеть это, понимать это в первую очередь и уже потом осмысливать. Вот это часто постепенно, по мере взросления человека, утрачивается способность. То есть человек начинает всё больше думать и всё меньше прямо смотреть, прямо исследовать вещи. И вот ко мне очень часто приходят великие философы, там в личку и общаются со мной на великие философские темы. Но я часто говорю, а опыт у тебя какой? То есть ты, например, говоришь со мной по поводу духовных практик, ты сам-то что-то практиковал. То есть ты рассуждаешь, ты очень много начитан, ты очень много знаешь теории на эту тему. А практически-то ты кто? То есть вот в этом плане. И часто оказывается, что вот это вот мышление человека абсолютно не настроено на конструктивные какие-то действия. То есть он очень много думает, очень много размышляет, очень много мыслит, но очень мало берёт и делает, внедряет, проводит эксперимент. Вот это массовая проблема. То есть люди живут в уме как бы, да, и думают, что это и есть вот эти размышления, вот эти вот баталии, разговоры с самим собой, доказывания кому-то чего-то. Вот это жизнь. Нет, это не жизнь. Жизнь — это действие, это опыт, это эксперимент. И если уже есть какая-то философия у вас, она вам должна, единственное, чем служить и помогать, успешно действовать в жизни. Хорошо жить, хорошо выживать, быть счастливым, кайфовать от того, что происходит. Правильно относиться к каким-то тяжёлым периодам, к тяжёлым состояниям, которые тоже с вами будут происходить. Потому что жизнь состоит из разных состояний. Бывают позитивные эмоции, бывают негативные эмоции. Но опять же нет ни позитивных, ни негативных эмоций. Мы их так называем. Просто мы испытываем какое-то одно настроение, какое-то другое. Конечно, в одном состоянии мы себя похуже чувствуем, в каком-то мы себя получше чувствуем. Но то и то — это наше состояние. Понимаете? Это просто наши разные состояния. И жизнь такова, что мы будем всегда находиться то в спадах, то в подъёмах. Это нормально. Нельзя быть всё время в плюсе, нельзя быть всё время в позитиве. Но то, как об этом думает человек, как он ментально настроен, как он относится, вот это очень сильно определяет. И фактически я это понял, что судьба человека определяется тем, во что он верит, в какие мысли. Если он верит в негативные ограничивающие убеждения, в какие-то представления, которые не помогают ему брать и делать, которые не выводят его туда, куда бы ему хотелось выходить. Он просто сам себя вот этими суевериями, представлениями ограничивает от жизни. И это называется сон в уме. То есть я очень много думаю, я великий философ. Я читал Ницше, я читал Оше, я читал много всяких ребят. И я такой умный, только вот почему-то такой бедный, неспособный и в жизни вот какая-то жопа. Ну так, если посмотреть на метрики, на факты, на состояние человека, да. То есть мы должны учиться смотреть на реальность, на факты, оценивать какие-то измеримые вещи. И если ваша философия и существует у вас какая-то, ваша философия, то единственное, чему она должна служить, это определенным действием. Не отговорком, не самооправданием, не каким-то рассуждением по поводу того, что хорошо в жизни, а что плохо. А единственный способ мыслить, который имеет место быть, это способ мыслить, направленный на реальные, полезные, конструктивные, важные, разумные, максимально приемлемые к вашей конкретной ситуации действия. Вот это единственная философия, которая имеет смысл. И пока вы не отбросите веру в любые идеи, которые не подтверждаются фактами в жизни, результатами, какими-то состояниями, да. То есть чем-то измеримым, то есть вы просто продолжаете верить во что-то, это не превращается ни в опыт, ни в факты, ни в метрики. Это всё пустая философия. Это просто прожигание жизни напрасно. То есть когда вы много думаете и ни во что это не превращается, это просто называется прожигание жизни. Вы спите в уме. Вы просто размышляете и ваши размышления служат только самим этим размышлением. Они не превращаются ни в какой опыт чаще всего. И вот эта картина, конечно, печальная. Это то, что массово я вижу. Это то, с чем люди приходят. Вот знаете, типичный кейс, когда мне приходят на консультацию, человек просто верит во что-то. То есть он приходит и верит, что что-то нельзя делать. Он искренне верит. Я ему задаю вопрос, ты пробовал? Да, я попробовал там один-два раза, у меня что-то не получилось и всё. Вот, понимаете? То есть вот массовая ситуация. То есть люди просто верят в какие-то идеи и не верят в себя почему-то. Не верят в то, что наблюдается, осознаётся, видится. И что не исследует, как устроена жизнь. Вот это массовая история. Приходится всё время-то рассеивать и объяснять человеку простые вещи, что не верь ни в одну идею, ни в одну идею не верь. Бери просто какие-то идеи, которые тебе кажутся разумными, и проверяй, как в твоей жизни находят ли они подтверждение, подтверждаются ли они твоим опытом и твоими фактами, и твоими результатами. Вот место мысли. Мысль не предназначена для того, чтобы вы просто слепо в неё верили. Ни одна философия не предназначена для того, чтобы вы были таким умным философом, очень много рассуждали, очень много были информированы, но по сути ничего не знали о жизни и не были успешными в жизни. Это всё не работает и не помогает. Это бессмысленная трата времени. Единственная роль мышления — это какие-то оперирования с реальностью. Всё. Ни во что не верьте, никому не верьте на слово. Берите информацию, исследуйте это, изучайте, доходите до сути, внедряйте, смотрите, работает или нет. Если работает что-то и превращается в какой-то навык, в какое-то понимание, оставляйте это. Всё, что не работает, отбрасывайте, исключайте. Не пытайтесь быть последователем какой-то философии, какого-то течения. Будьте исключительно прагматичным, практическим человеком. Потому что в жизни единственное, что необходимо, это просто научиться хорошо брать и делать разные вещи, от которых зависит ваша жизнь, и делать это так, чтобы это приносило максимальную пользу для вас, для тех людей, которые вокруг вас, и чтобы вы чувствовали самореализацию, счастье, в конечном итоге какое-то раскрытие, развитие в вашей жизни. Вот и всё. То есть ваша мысль, любые ваши размышления должны быть подчинены исключительно измеримым показателям вашей жизни. Если вы уходите просто в рассуждения, отвязанные от действий, от фактов, от метрик, вы становитесь балаболом просто. Балаболом коих большинство, к сожалению. Искореняйте в себе это. Осознавайте, когда вы начинаете много думать, и ни во что это не превращается, или вы начинаете много потреблять какой-то информации, которая, опять же, не превращается ни во что. Понимаете, вы просто зря тратите своё время. Информация, которую вы поглощаете, которая не служит жизни, не приводит к какому-то успеху в вашей жизни, это просто забивание мозгов. Знаете как? Не делайте из своего ума помойную яму. Ум — это великолепный инструмент, разум ваш. Он служит для выживания. Он служит для того, чтобы интересно жить, интересно играть, наслаждаться этим опытом. Это его единственная функция. И освобождайте ваш разум от всего, что вас блокирует и не помогает вам жить. На этом всё. Спасибо, что были. До следующей трансляции. Рад был вас всех видеть. Понравилось — ставьте лайки. Если очень понравилось — поделитесь. На этом всё. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова